Мы не поднимаем... Чего мы не поднимаем? Мы не социализм, мы капитализм. Мы не можем поднять ничего, нами руководят торгаши. И ничего вы вмешаться в это не можете. Ни я не могу вмешаться в процесс моего показа на РЕН-ТВ. Ни вы не можете, чтобы выше пояса. Конечно, разве могло подобное случиться в советское время, чтобы то, что несет Камеди Клаб или Дом-2 получили на советском теле? Это о чем вы говорите? Разве могли чеченцы разъезжать по улицам с оружием в Москве? Да что вы, много чего не могло. И не надо говорить, что в советское время молодые девчонки сидят, что в советское время все было плохо. Что за чушь? У меня 3000 друзей минимум было за советское время, ни одного не посадили. Ни одного. Что вы придумываете все, что у нас вот так сажали? Мне один бизнесмен говорит, а у меня 5 друзей посадили. Я говорю, перечисли. А он перечисли, а они все жулики. Они должны сидеть в тюрьме. А сегодня эти повылезали, они уйдут помощники депутатов. Мы живем при капитализме, самом негодяйском строе. Но нам сказали, что это демократия. Нам же внушают это. А демократия это строй, по-твоему? Нет. Кто-то. Вы же не учили Ленина, вы не знаете, что такое строй. Строй это отношение к средствам производства. У Ленина надо поучиться. Он теоретик был великий. Но мне очень тоскливо, когда я вижу, что творится внутри страны. Капитализм, Ленин прав и Маркс прав. Самое отвратительное устройство общества. Почему? Потому что самые плохие качества человека делают его внешне успешным. Профессии. Сегодня ценится бизнесмен. Буржуазное мышление. При Сталине буржуазное мышление изничтожалось. Может быть, не так надо было изничтожать его. Все-таки я считаю, что идеи коммунизма – самые высокие идеи, которые существуют. Но человек категорически к ним не готов. И не готов он настолько генетически изнутри, живя в мире потребления и все еще зараженный буржуазным мышлением, что никакой революции здесь ничего сделать невозможно. А вот чтобы идеи коммунизма не были забыты и когда-нибудь проросли в как можно большем количестве наших людей, вот это я бы хотел этому делу помочь. А как это сделать? Вот как мы с вами сидим, разговариваем, объясняем им, что трудовой человек должен цениться. У Йосифа Виссарионовича не было алмазов, не было коттеджей на Рублевском шоссе. У него не было ничего. Два сертука осталось, семь трубок после его. Вот мне милее всего, что в советское время и в нашей юности тоже мы не смотрели у кого чего больше. Дружили, когда интересно, и любили, когда влюблялись. За стихи, а не за дорогой ресторан. Ты радуешь меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok